Подарки для героев. В течение месяца коллектив агентства Хабар поздравлял ветеранов Великой Отечественной войны. Кому-то вручали бытовую технику, для кого-то искали необычные и очень нужные вещи. Напомню, в честь 70-летия Победы Медиахолдинг организовал акцию «Спасибо за победу». Самые яркие моменты вспоминала моя коллега Марина Шаповалова. Вот здесь режимы у вас есть, вот эта круглая кнопочка. Это синтетика, хлопок, ручная стирка, детские вещи. Выбираете режим, сначала вот на этот круглешок нажимаете. Перед стиркой обязательный инструктаж. Для ветерана Великой Отечественной войны Нины Лобач необходимая в быту вещь – настоящее чудо. В свои 92 она привыкла делать все по дому сама. А теперь у пенсионерки появилась такая вот помощница. А что, она уже воду нагрела успела? Да, нагреет. Слава Богу, спасибо, вы все работаете. Кому-то стиральную машину, кому-то телевизор или холодильник. Подарки героям Победы подбирались индивидуально, учитывая пожелания каждого. Акция «Спасибо за победу», организованная агентством Хабар, стартовала за месяц до празднования Великой Победы. Журналисты, режиссеры, операторы и другие сотрудники медиахолдинга перечислили свой однодневный заработок в специальный фонд, чтобы таким образом выразить свою благодарность тем, кто не жалея сил, рискуя жизнью, отстаивал родные земли и шаг за шагом приближал долгожданный День Победы. Цель этой акции – это поддержка инициативы нашего президента, который в начале года каждому ветерану отправил именной подарок от своего имени. И мы своим коллективом подумали, как мы поддержим эту акцию, и пришла такая идея, что однодневную заработную плату отправить именно такой фонд, и из этого фонда каждому ветерану дойти и подарить подарок от агентства Хабар. Акция охватила все регионы страны. Более 50 ветеранов Великой Отечественной войны по всему Казахстан уже получили от медиахолдинга различные подарки – от бытовой техники до материальной помощи. Но, как говорят сами герои, намного важнее для них стало внимание и душевные беседы. Конечно, такие акции – это лишь малая часть того, что можно и нужно сделать для тех, кто освободил мир от фашизма. И коллектив агентства надеется, что его примеру последуют другие организации в Казахстане. Марина Шаповалова, Наталья Строкова, Талгат Патегулов, Людмила Ахметова.